9 мая, половина 10 утра. А у Центра культуры и народного творчества, что в южной части города, уже многолюдно. С разных частей города сюда то и дело подходят люди. А вот и главные герои сегодняшнего праздника – ветераны Великой Отечественной войны. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше. Если еще в прошлом году ряды ветеранов насчитывали 88 человек, то сегодня их осталось только 67. Много среди присутствующих и тружеников тыла. Юлия Павловна Кучумова – одна из них. На днях она отметит свое 79-летие. Но даже несмотря на преклонный возраст, Юлия Павловна и сегодня помнит события 70-летней давности. Выращивание скот для фронта. Пока в школу ходишь, пасут, значит, мама там. Из школы идешь, узнешь, пища отдавая по всей. А ночью нести надо сводку. Каждый день носили сводку в СССР за 4 километра. Мальчишки не идут. Бригадир бежит. Анна, давай свою Юльку тащи. Посылай. Ой, посылай. В праздничной колонне рука об руку идут и труженики тыла, и ветераны Великой Отечественной войны. А возглавляет праздничный марш глава Полевского городского округа Дмитрий Филиппов, председатель думы Полевского городского округа Олег Егоров, а также руководители городских предприятий. Зинаида Ирасовна Папандопула снова в строю. И, как всегда, на праздничный митинг она пришла не в одиночестве, а в сопровождении на этот раз уже своего правнука Даниила. Весть о начале Великой Отечественной войны застала Зинаиду Ирасовну, когда ей было всего-то 11 лет. То, что мы видели, это не передача. Не передача. И я когда вот даже я по телевизору смотрю, я плачу. Не надо плакать, а я не могу. Я в тылу была. Но, знаете, я, как сказать, они же помогали всем. Придем, ребята пойдут наши. Идите, детки. Ишь-то, надо что-то. Яйца собирали, доели, доели. Ничего не там не спрашивали. Воронь ели, какие ели. Вот как жили. Даниил Исламов сегодня по-настоящему горд за свою прабабушку. И не только за нее. Ведь в его семье, как оказалось, сразу несколько фронтовиков. То, что она в тылу была, вот, защищала. Все. Дед тоже был в тылу, по-моему. Дед, а дед военный. Участник войны, инвалид войны. Муж мой. Но он умер вот 4 года тому назад. И ему было 94 года. Многочисленные слова благодарности звучали сегодня в адрес тех, кто защищал нашу родину в годы Великой Отечественной войны. А это ни много ни мало, почти 9 тысяч полевчан. Я от всей души поздравляю вас с самым светлым праздником для всей России. С Днем Победы. 68 лет минуло с той славной датой, но подвиг нашего народа никогда не будет забыт. Урал внес огромный вклад в нашу победу. Здесь ковалось оружие. Тысячи бойцов уходили на фронт. Дорогие полевчане, дорогие земляки. С праздником вас, с праздником победы, здоровья вам, счастья, согласия и достатка. С Днем Победы! Сегодня у нас великий праздник. 68-я годовщина победы Великой Отечественной войне. Долгие годы шли советские люди к этой победе. Тяжелым, трудным и кровопролитным был этот путь. Но несмотря ни на что, благодаря мужеству, массовому героизму и самопожертвованию, наши защитники выстояли. Они победили фашизм. Они дали нам возможность мирно трудиться. И за это мы у них в вечном долгу. С той страшной войны не вернулись почти две с половиной тысячи человек. К счастью, Мубараку Гелимовичу Гелимову удалось дойти до Берлина живым. События тех лет до сих пор свежи в его памяти. Я в первом Белорусском фронте, в Жуково, вместе. С начала наступления 17-16 лет, освободил Минск, Белоруссию, Польшу, Варшаву и Берлин. А потом, добавляет ветеран, еще пять лет службы в Комитете госбезопасности. Как говорит Мубарак Гелимович, наводил порядок в Германии. А 9 мая 2013-го он, как и большинство присутствующих здесь, в очередной раз празднует День Победы. И снова звучит музыка. И по традиции в этот день возлагают венки и гирлянды в дань памяти всем погибшим в годы Великой Отечественной войны. Праздник 9 мая у всех без исключения ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла ассоциируется одинаково. Именно в этот день, 68 лет назад, советский народ положил конец самой жестокой и кровопролитной в истории человечества войне. Наши героини так вспоминают об этом. У меня телефонов ничего же не было, ни радио, ничего не знали. Директор сказал, кончилась война. Вели конвали, там вообще, это что-то, война кончилась. Всю войну жили, просвета не видели, у нас не было ничего. Хорошо, что свое хозяйство было. Ну, корова там, яички, это все свое было. А так, что сахар, что конфеты, что это вообще не было ничего. И так вот, крапиву ели, траву всякую, всякую. Вот выжили, не болели и не умирал ведь никто. За молодежь рады, за все, что жизнь такая пошла, хорошая. Все равно и стали жить лучше. Все равно. Как бы то ни было, как бы то ни было. Ну, а дальше уж ихная забота. А у нас все хорошо. Хмурая ненастная погода не испортила праздник и даже не помешала развернуть вблизи Центра культуры и народного творчества полевую кухню. Ветераны Великой Отечественной войны в этот день отведали настоящей солдатской каши, как и положено, с тушенкой. Ну, а после насладились выступлением творческих коллективов Центра культуры и народного творчества.